Всем привет, с вами Юмилия. Сегодня будем смотреть клип Ларина. Мне самой не верится, что я это говорю, потому что данный блогер пропал с ютуба на долгое время, и единственная новость, которую я о нем слышала, так это то, что он набил себе татуировки одну вроде как на руке, если не ошибаюсь, а вторую, вот про эту я точно не могла никак забыть, он набил себе на лбу, и это венок. Честно говоря, я была в шоке, когда я ее увидела, но в принципе это его дело. Хочет, набивает, не хочет, не набивает. А вот его клип мы сейчас посмотрим, оценим, и я выскажу вам свою точку зрения по поводу того, что я о нем думаю. Клип называется Апокалипсис сегодня, и вышел он 16 августа. Для тех, кто не знает, хочу уточнить, что многие ученые говорили о том, что именно 16 августа наступит конец света, из-за какой-то там планеты, как же ее там зовут, я даже не помню на букву Н, Нибиру что ли, может быть ошибаюсь, если что поправьте меня в комментариях. И походу Ларин решил все это обыграть и записать свой клип на эту тему. Ладно, гоу, его уже заценим, и не забывайте подписываться на мой инстаграм. И кстати, до 20 августа там проводится розыгрыш сигн, денег, ну и еще лайкосиков. Поэтому, если тебе это интересно, то заходи в мой инстаграм и участвуй в розыгрыше. Вот знаете, клип только начался, и прошло всего 6 секунд, но уже чувствуется атмосферность. Ларин всегда умел создавать классную атмосферу в своих клипах. С этим не поспоришь. Кроп? Что? А вот, кстати, его... Одна из его татушек. Пока летит в дом сотня килотонн, апокалипсис сегодня, спасибо, я готов. Пока летит в дом сотня килотонн, апокалипсис сегодня, спасибо, я готов. На этом моменте мне очень нравится его голос. Если так подумать, то он все время читал рэп, но именно петь никогда не пробовал. Это интересно. А, ну вот и рэпчик. Честно, признаюсь, Дима читает хорошо, но я еле разбираю текст. Я не знаю, то ли это со мной что-то, я не знаю. Из-за того, что я, наверное, рэп очень редко слушаю, то ли вот есть какая-то проблема у него с этим. Я не хочу сказать ничего плохого, но я действительно не могу понять именно текст. Нужно будет переслушать потом еще этот трек, чтобы понять уже смысл. Ну, не знал, знал, но сын не ждал, я никому не по зубам. Словно сказки Туянцы. Сколько минуло минуты или двадцать? Люди пойдут и куда деваться? Едут один, но мы влюблене и бас. Он на зелестарга на ноль, стоят себе обои. Молекула, богосбольный элемент. Что мы такое? Что? Что? У меня ракета сделали неплохую. И не победа, неизбежно точку. Убьют. И урли в ютубах, суки, съех. Я так не хочу очно с мыслями, как убить. Офигенная съемка, офигенные локации. Именно этим клип Ларина всегда и завораживает. А вон она, татуировка, а то до этого я ее не видела. Вот ближе к концу слова уже стали более понятными, но кое-где в середине и в начале я их чутка не слышала. А я готов, пока летит в дом, сотня кератон, апокалипсиси. Вот эта часть офигенно просто. Нет, работа действительно очень и очень классная. Клипы у Ларина всегда крутые, но не считая новогодний клип про то, как он там с елкой. Ну, думаю, вы его видели, вы все знаете. Мне, честно, очень понравилось, когда Ларин пел. Это действительно было очень классно. У него такой приятный голос. Действительно его очень и очень приятно слушать. Но когда он начал читать рэп, то кое-где я действительно не понимала слова, о чем я говорила несколько раз, когда смотрела клип Чанский. Работа топовая, и я, конечно же, поставила ей свой лойсик, и я призываю вас делать то же самое, потому что действительно видно, сколько трудов, сколько усилий было приложено, чтобы записать этот клип. Но я надеюсь, что в будущем Дима действительно будет работать над своим речитативом. У меня тоже есть проблемы с речью, я над ней работаю, я знаю, что Дима тоже над этим работает, и надеюсь, что у него в будущем будут успехи. И его уже будет слушать гораздо приятнее. Нет, его и так приятно слушать, но хотя бы я буду понимать слова. Вот такой же человек, как я, который не знаком с рэпом, будет понимать слова. Вот я действительно на это надеюсь. Так все действительно очень и очень классно. А что думаешь ты об этом клипе Ларина? Напиши свое мнение в комментариях. И также напиши в комментариях, была ли у тебя такая же проблема, как у меня, при просмотре клипа Ларина, что ты иногда не понимал, или же не понимала то, что он читает. Я с нетерпением буду ждать новых работ Димы, и в принципе он сделал действительно правильный ход. Его не было на ютубе, по-моему, два, да, вроде два месяца, и правильно, что он именно взял и записал новый клип, и с ним вернулся. Почему? Потому что клипы больше всего привлекают внимание, нежели какие-то обычные видеоролики, и клипы гораздо чаще где-либо форсятся. Во-первых, из-за визуальной составляющей, но во-вторых, у многих людей в голову залетает текст песни, и они начинают это скидывать своим друзьям, ну и все в таком духе. В общем, ладно, надеюсь, вам понравилась моя реакция, если это так, то вы знаете, что делать. Также не забывайте про то, что у меня есть второй канал, на котором нет реакции, и там я выпускаю совсем другой контент. Но еще подписывайтесь на мой инстаграм. Все, ребят, всех целую, ловите сердечко, и всем пока!